Сегодня мы поговорим о том, какой метод имплантации лучше выбрать. Все на четырех или все на шести? Какие последствия вас ждут от неправильного выбора и какой метод подойдет конкретно в вашем случае? Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы избежать ошибок и изначально сделать правильный выбор. Меня зовут доктор Виктор Круш. Я стоматолог-имплантолог из Израиля. В моих клиниках в Тель-Авиве и Иерусалиме я ежедневно помогаю моим пациентам вернуть способность улыбаться и жить полноценной жизнью. Метод все на четырех. Еще каких-то 15 лет назад, когда он стал активно внедряться в практику, являл собой настоящую инновацию на то время, как стоматологическая процедура для восстановления зубного ряда у пациентов с полной потерей зубов. Он включает установку четырех имплантов в каждую челюсть, создавая опору для протеза. Преимущество – минимизация временных затрат, быстрое лечение. Пациенты получают функциональные, съемные, прикручиваемые протезы иногда уже на следующий день после установки имплантантов. Меньшее хирургическое воздействие на челюсти. Угловое размещение имплантатов позволяет обойтись без сложных процедур, таких как костная пластика. Протезы обеспечивают хорошую стабильность и функциональность при жевании и разговоре. Экономичность – меньшее количество имплантантов, меньше стоимость по сравнению с традиционными методами. Использование удешевленных материалов для протезирования также сказывается на общих затратах. Все на четырех подходит, если у пациента полная потеря зубов и он хочет быстро восстановить их функциональность. Противопоказания – недостаток объема кости, хронические системные заболевания, которые могут существенно повлиять на приживление имплантантов. Решение о лечении следует принимать совместно с врачом, учитывая состояние здоровья. Все на шести – это модификация метода «Все на четырех» для восстановления зубов с использованием шести имплантов на каждой челюсти. Это надежнее, чем Оланд Фор, где при потере хотя бы одного имплантанта вся конструкция отправляется в мусорное ведро. Преимущество – стабильность дополнительной имплантанты улучшает равномерное распределение нагрузки при жевании. Надежность – шесть имплантов обеспечивают более крепкое крепление протеза. Сохранность кости – дополнительные импланты могут помочь уберечь костную ткань от резорции, служа своего рода арматурой. Противопоказания такие же, как у «Все на четырех». Долгосрочные результаты зависят от пациента. Качество работы и учитывая, что при таких методиках, как Оланд Фор и Оланд Сикс устанавливается прикручиваемый, условно-съемный протез – очень важна гигиена, включающая в себя регулярную чистку протеза. Как минимум, раз в полгода снятие протеза и его профессиональная гигиена. Выбор метода лечения следует обсудить с врачом. История моего пациента, у которого в результате пардонтоза, которым он страдал, были удалены все зубы. Был изготовлен полно-съемный протез, который он, к сожалению, не смог носить, так как чувствовал себя с ним дискомфортно. Протез выпадал, развился сильный рвотный рефлекс. Он не мог им пользоваться. Не то, что кушать, пережевывать пищу, но даже носить. Из-за сильной атрофии челюсти все предложения сводились к дополнительным операциям по подсадке кости. В гаймаровой палости операции синус лифтинг, что предполагает достаточно длительные сроки реабилитации. Буквально до года. До того момента, когда он сможет, если приживутся, конечно, и кости, и имплантанты, протезироваться и начинать пользоваться зубами. Ему была произведена операция Олан Сикс. Установил 6 имплантантов, в этот же день был установлен мост переходного периода, облегченный мост, на период остеоинтеграции имплантантов. Даны рекомендации. Мягкая диета, полоскание, прием лекарств, антибиотиков и прочее. Уже через 3 месяца пациент строго соблюдал все эти моменты. Даже бросил курить. Был сделан снимок. Была проведена проверка. Определено, что имплантанты прижились. Была уже установлена постоянная конструкция. Из циркония над титановой балкой. Пациент может нормально улыбаться. Восстановлен нормальный прикус. Восстановлена эстетика улыбки. И самой главной функции. Он может полноценно пережевывать пищу. И чувствует себя полноценно. В сравнении с тем периодом, когда он пытался освоить съемный протез. Он регулярно проходит проверки. Постоянно в контакте со мной. Как минимум раз в полгода мы встречаемся с ним. Проверяем. И уже прошло 3 года. С момента, как все это было установлено, все в порядке. Чтобы выбрать правильный вариант, который будет подходить идеально именно вам. Вы можете обратиться ко мне. Чтобы я со своей командой подобрали вам подходящий метод для вашей лучшей улыбки. Вы можете получить два типа консультации. Платную, где вы получите подробный план лечения. И бесплатную, где я рассмотрю вашу ситуацию. Дам предварительную консультацию. В моей клинике в Тель-Авиве и Иерусалиме я и моя команда применяют по-настоящему инновационные методы восстановления зубного ряда. При полной потере зубов. Включающие в себя установку имплантов по методике FIP и ILTI. Без разрезов десны. И отслаивая слизистого надкосничного лоскута. Дигитальное планирование операции позволяет по сути бескровно, через небольшое отверстие в десне, установить импланты. Использование птеригоидальных, трансназальных и скуловых имплантов позволяет обойтись без дополнительных операций по наращиванию кости. Что в разы ускоряет сроки реабилитации. Установка несъемной конструкции в день операции обеспечивает лучшую стабилизацию и, соответственно, более быстрые сроки остеоинтеграции. За счет шинирования имплантов. Не говоря о эстетическом аспекте. Пациент ни дня не проводит без зубов. Использование самых современных и эстетических материалов для постоянной конструкции, таких как диоксид циркония, лития, G-CAM, IMAX, обеспечивают высокую прочность на длительное время. Все конструкции изготавливаются по системе CAD-CAM, что делает их очень точными. Мы заботимся о том, чтобы пациент мог чувствовать себя комфортно, при этом получать сервис достойного качества. Я специализируюсь на имплантации зубов и рассматриваю каждого пациента как отдельный проект, подбирая ему персональный и самый необходимый план лечения и протезирования. Наша клиника в Тель-Авиве находится в самом центре и при желании вы можете прилететь и за 3-4 дня решить все вопросы, связанные с имплантацией и протезированием. Если вам интересна имплантация и вы можете прилететь в Израиль, вы можете прислать мне свой панорамный снимок. Я предоставлю вам план лечения и протезирования. Ссылка находится под этим роликом, в закрепленном комментарии и описании к этому ролику. Но не забывайте, что все, что я вам рассказал, это всего лишь вершина айсберга. У нас есть множество других видео, где мы рассказываем о здоровье зубов, протезах, имплантах и многом другом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Будьте здоровы, улыбайтесь чаще. До встречи в следующих видео.